Здравствуйте! В эфире программа «Наше здоровье». Я Виктория Комиссарова. Подскользнулся, упал, очнулся. Гипс. Вы не хуже меня, знаете, что сейчас на улице очень скользко. Гололедица влечет за собой рост сезонных специфических травм. Люди повально поступают в больницы с разнообразными вывихами, растяжениями и переломами, связанными с падением. Тема этой программы – оказание современной медицинской помощи в травматологии. Сегодня в выпуске. Бедра, голени, лодыжки ломают жители нашего региона в этот календарный период. Женщина, женщина, что с вами? Я упала и, по-моему, сломала ногу. А недавно, не переживайте, может быть, это просто подвихнули или что. Чаще всего самые тяжелые последствия сезонных падений у пожилых людей. Зачастую такое повреждение является фатальным для этого человека. Попасть сразу под два бульдозера, выжить и избежать инвалидности. Благодаря чему возможен благоприятный исход при тяжелейших обстоятельствах. Я даже не увидел его. И все, и меня закричало там. Развитие хирургии таза, операции на шейке бедра без возрастных ограничений и перспектива протезирования индивидуальными имплантами по квотам. Возможно, если у наших пациентов получить эти протезы бесплатно, это уже реальность или мы только мечтаем об этом? Зоя Григорьевна одна из тех, кто потерпел крушение собственных костей на скользких городских улицах. Женщина сломала ногу. И, к счастью, как бы это ни прозвучало, всего лишь щиколотку, а, к примеру, не бедро. Для пожилого человека это могло бы стать фатальной травмой. Существует статистика, что до более чем 30% таких пациентов при несвоевременном оказании или неоказании помощи погибают члене трех месяцев. Поэтому наша задача, конечно же, их найти, о них узнать, их сконцентрировать в краях больницы, провести восстановительную операцию и обеспечить им возможность самостоятельного передвижения. На момент съемок этой программы с помощью региональной системы мониторинга травмы только в Сосновоборской больнице красноярские врачи нашли сразу 6 пациентов с переломами шейки бедра. Заведующий травматологическим отделением краевой больницы говорит, что на его памяти это небывалые показатели. Мы добились того, что теперь эти пациенты госпитализируются, теперь об этих пациентах говорят, информацию о них выкладывают на защищенный ресурс. И таким образом это дает нам возможность своевременно принять решения по отношению к такой категории пациентов и провести им, по сути, жизнеспасающую операцию. Если говорить о возрасте, который может быть препятствием для проведения такой операции, то его не существует. Например, самый пожилой человек, которому мы провели операцию, возраст его составлял 98 лет. Если пациент с переломом шейки бедра живет не в Красноярске и даже не в городе, у него все равно есть право и главная возможность получить лечение в травматологии первого уровня, в данном случае в краевой больнице. Даже из глухих деревень таких пациентов эвакуируют санитарными рейсами на машинах и вертолетах. Мы в операционной сочетанной травме. Сочетанной – значит не единичной, когда повреждений несколько. А именно так чаще всего и бывает. Человек падает на спину, отбивает внутренние органы, получает ушиб головного мозга и ломает, к примеру, локоть. Вероятностью 70 на 30 головка получилась в кости прижиме. Но 100% на гарантии нет. В данный момент одновременно идет две операции. Плановая – по замене коленного сустава и срочная – на локте. Это открытая и настолько травмирующая операция, что мы не можем ее показать с обширным рассечением кожных покровов и изъятием кости. В результате неправильно выбранной тактики лечения в травмпункте вот пациентку привезла к такой уже деконструктивной операции. Хотя раньше можно было сделать, обойтись все намного проще. Если бы вовремя все это вывели и демонстрировали. Хирург поясняет, эта пациентка попала на операционный стол в краевой, потому что потеряла время. Два месяца женщина ходила с гипсом, испытывая сильнейшие боли, но помимо первичного обращения в травмпункт, к профильным врачам не обращалась. И вот дотянула. В этой ситуации виновата как сама больная, так и медики, не обратившие на нее должного внимания. А ведь могли бы. Если человек, который принимает пациента первично, к которому он обращается, в чем-то сомневается, то у него всегда есть возможность проконсультироваться со специалистами вышестоящих организаций, которые, может быть, когда-то дадут совет, как вести ее дальше, когда-то, наоборот, примут решение о том, что как можно быстрее ее прооперировать. Или, может быть, дадут рекомендации вот уже конкретно по консервативному лечению. В ординаторской у травматологов поучительных историй, связанных с падениями, не меньше, чем в операционных. Врач рассказывает о том, что произошло накануне. Пациентка шла по улице, поскользнулась в виду голове и упала с высоты, получая собственного роста. Ударилась животом левым боком. От предложенной госпитализации она отказалась. То есть в течение ночи она дома лежала. У нее было повреждение селезенки, соответственно, внутрибрюшное кровотечение. И когда при уже ухудшении самочувствия, она повторно вызывает скорую, ее уже доставили к нам в приемное отделение. Но и ввиду длительности заболевания ее уже привезли непосредственно в геморрагическом шоке. Третьей-четвертой степени у нее уже было. Ну, это крайне тяжелое состояние. То есть это кровопотеря более двух литров. Еще час, и женщину, о которой говорит врач, уже было бы не спасти, а ведь ей всего 30 лет. Это говорит о том, что все-таки любить себя нужно больше. Если вы упали, но видимых повреждений нет, вспомните о внутренних органах и внимательно присмотритесь к своему состоянию. Включается пульт, падает давление. То есть интенсивно нарастает общая слабость. Сухость во рту у них бывает. Любые травмы – это страшно, но бывают исключительные примеры. Это Николай. Его зажало между двумя бульдозерами. Я боровой мастер. Была перевозка боровых. Ну, и получается, что пришлось тросами соединить два бульдозера. Ну, и вот в этот момент, получается, скатился, как он уж не знаю, на передаче, наверное, потому что он стал гусеницами меня вниз стянуть. Николай и Екатерина Багедаевы живут в Бурятии. Он работает вахтовым методом в Норильске. Проводит геолого-разведочные работы. Сейчас кормилец обездвижен. Травмы Николая относятся не к сезонным, но к производственным. Работает сперва, думаю, хоть в любую точку мира, а потом все, как бы, меньше и меньше внимания, и все. Несчастный случай произошел три месяца назад. В результате мужчина получил множественные травмы, в том числе и перелом таза. До недавнего времени все эти повреждения лечились консервативно. И это было, первое, долго. Второе, это было неэффективно, потому что грубые деформации и вертикальные нестабильные повреждения консервативными средствами не устранялись, и человек, так или иначе, был, как бы это негромко звучало, обречен на инвалидность. Перелом таза – это большая беда. К счастью для жителей нашего региона, в Краевой больнице и в БСМП почти во всех случаях таз оперируют. Суммарно в год в Красноярске проводится более 300 операций на области таза. Ну, для сравнения, Москва не с Клифосовского, а 50. У них 300 в Красноярске. Это дает нашим пациентам больше шансов на восстановление. К примеру, Николай перенес несколько операций. Ему удалили часть крестца. Однако на ноги он уже встает. На этом этапе главная задача для семьи и врачей – заживление обширной раны. У нас, потому что снимают свою кожу со спины, пересаживают раны. Ну, так, как раны, не просто, а там, со всякими углублениями, ямками, и видно, как на каше велится. Он находится не в таком неродном месте, а в раны, вот, включается в области. Сейчас к лечению этого пациента подключены разные специалисты – врачи отделения сочетанной травмы, ожогового центра и отделения микрохирургии. Это и требуется таким тяжелым пациентам. Для их лечения разработаны специальные алгоритмы, главный из которых – экстренная доставка больного в травматологию первого уровня. В связи с этим непонятно, как вышло, что Николай с переломом таза три недели лежал в рядовой Норильской больнице. Теперь информация для тех, кому требуется протезирование или ревизионное эндопротезирование. Красноярские врачи рассчитывают, что в скором будущем по квотам, то есть бесплатно, больным будут устанавливать не шаблонные, а индивидуальные импланты. Возможно, если у наших пациентов получить эти протезы бесплатно, это уже реальность или мы только мечтаем об этом? Индивидуальные протезы на сегодняшний день в очень ограниченном количестве случаев изготавливаются в некоторых научно-исследовательских институтах. Но с развитием технологической базы, я полагаю, что уже в следующем году эти технологии в результате взаимодействия с вот этими научно-исследовательскими центрами будут доступны и для пациентов Красноярского региона. И информация для представителей власти. Красноярский край нуждается в организации специализированного отделения для лечения перепротезной инфекции. Врачи говорят, что эта проблема уже остро заявляет о себе, являясь второй по чистоте причиной необходимости замены эндопротезов тазобедренного сустава. Из всех приведенных сегодня примеров нужно сделать выводы. Во-первых, относитесь к себе бережнее, проявляйте максимальную аккуратность, когда на улице скользко. Во-вторых, если все же упали и получили травму, не ограничивайтесь посещением травмпункта. Там всего лишь оказывают первую помощь. Вам же обязательно нужно попасть к профильному врачу. В-третьих, если травма сложная, а живете вы там, где нет узких специалистов, вам помогут в краевой больнице. Главное, найдите способ сообщить о себе. Напоминаю, телефон 112 для экстренных ситуаций. Набирайте сотового 1-1-2 и нажимайте кнопку вызова без дополнительных символов. Оператор экстренной службы свяжет вас с врачами. Если у вас остались вопросы, связанные с травматологией, задавайте их по телефону, который сейчас на экране. На этом у нас все. Увидимся с вами в следующую пятницу в 7 часов вечера на Енисеи в программе «Наше здоровье». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова